Если вы имеете стаж работы, соответствующее образование, участник проектов непрерывных улучшений и не нарушаете производственной и трудовой дисциплины, тогда вам необходимо воспользоваться обучающими программами компании Богатырька Мир. ЖАСТАЛАП «Стремление» предназначено для подготовки специалистов из числа рабочих профессий. В 2021 году ее выбрали 87 сотрудников, 54 зачислены в кадровый резерв, 29 сотрудников уже переведены на вакантные должности. Начальник участка мне подсказал, что идет набор обучения по ЖАСТАЛАПу на кадровый резерв. Меня направил непосредственно мой руководитель, Зайцев Павел Николаевич. Он прямо настоял, чтобы я обучился по этой программе. Мне порекомендовали начальник участка. Скажите, что стало мотивацией для подготовки по программе ЖАСТАЛАП «Стремление»? Я всегда с детства ставил перед собой задачи, ну и старался их всегда как бы превзойти эти задачи, можно сказать. Ну и по этому принципу я всегда живу, что надо достигать того, чего не знаешь, лучше узнать. Мотивация к повышению карьерного роста. Мотивация для обучения, ну это, наверное, стремление к большим знаниям, новым знакомствам, саморазвития. Мы, наверное, раскрываем свои какие-то внутренние способности, скрытые способности свои. Почему нет? Всегда можно попробовать что-то новое. Карьерный рост, что профессия маляра – это не конец моей рабочей деятельности, что можно двигаться дальше. Какова цель обучения по программе? Цель была стать сначала мастером. Я достигла этой цели. Далее хочу поступить на высшее образование уже в этом году и в дальнейшем разработать план по повышению квалификации. Свою цель я ставил еще 4 года назад – стать мастером. Спустя 4 года вот я достиг своей цели. Далее цель уже идти выше, не останавливаться на достигнутом. Когда 10 лет назад, наверное, я на этот участок пришла оператором поста централизации на станцию соединительная, я, наверное, даже и не догадывалась, и не мечтала, что я приду в качестве заместителя начальника станции на этот же участок. Я очень даже доволен тем, что уже есть. Ну, надеюсь, будем расти дальше. Какие знания вы получили? Во время обучения знания были фундаментальны – как руководствоваться, чем руководствовать, как руководить, организовывать работу. Преподаватели очень доходчиво все хорошо объяснили. И за эти три дня, которые я был на обучении, узнал очень много нового. Больше всего знания получил как лидерские качества по приметам психологии, как управлять людьми. По экологической части, как обращаться, бережно обращаться с оборудованием. Преимущества нахождения в кадровом резерве. Возможность заменить недостающие звенья. Возможность повышения карьерного роста. Главные качества, которые позволили вам войти в кадровый резерв. Больше всего стремления. Это целеустремленность, требовательность. Наверное, ответственность в первую очередь. Амбициозность, организованность. Целеустремленность, настойчивость. Можно ли нахождение в кадровом резерве выразить словами «на скамейке запасных»? Я, наверное, не находилась на скамейке запасных, потому что буквально, наверное, месяц и мне предложили должность. Нет, это не скамейка запасных. Это следующая ступень саморазвития. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!